Давайте проведем простой тест на возраст. Что это такое? Ладно, давайте еще проще. С чем у вас ассоциируются мобильники нулевых? Конечно же, это слайдеры, игпорт, странные коммуникаторы с неудобными стилусами. Но в целом, я уверен, что большинство назовет самым ярким воспоминанием игры. Asphalt, Raymond, Splinter Cell. Это то, во что мы играли еще каких-то 10 лет назад. Впрочем, почему играли, это можно повторить и сейчас при помощи любого Android-смартфона и эмулятора Symbian или N-Gage. С вами Trashbox.ru. Поехали! Начнем с того, что все это стало возможным благодаря бесплатному эмулятору EK2L1, который появился в Google Play недавно и уже завоевал популярность. Как это стало возможным, если существуют авторские права и на YouTube, например, все банят. Дело в том, что сам эмулятор, только утилита, которая запускает приложение, а уже сами программы или игры, если вы хотите именно поиграть, нужно скачивать отдельно. Но не бойтесь, это совсем не сложно, я расскажу об этом далее. Прежде чем приступать к инструкции, давайте разберемся, стоит ли оно того. Скажу сразу, да. Сначала я запустил Реймона, чтобы посмотреть, как вообще все работает. И, если честно, он практически не отличается от современных реинкарнаций. Графика, конечно, хромает, но в остальном геймплей и, в принципе, механики все то же самое. Затем я поиграл в Sega Rally. Это, наверное, одна из первых игр, которая влюбила меня вообще в жанр гонок. Ну и, наконец, прошел Splinter Cell. Он все так же шикарен, просто поверьте мне. С играми для Engage у меня не было никаких проблем. Дело в том, что все они квадратные, и поэтому кнопки просто отображаются в нижней части смартфона в вертикальном положении и вообще не мешают игровому процессу. А вот с Symbian все немного сложнее. Дело в том, что смартфоны на Symbian чаще всего были вытянутыми, и поэтому кнопками вы нередко перекрываете содержимое на экране. А также многие игры разрабатывались под конкретное устройство, а не под всю систему в целом. И поэтому для отдельных проектов придется качать отдельную прошивку. Это не то чтобы сложно, но немного муторно. Но с работой самих игр проблем вообще нет. Каких-то лагов, глюков, подвисаний. Не зря в вашем Xiaomi за 9008 ядер. Если вы досмотрели до этого момента, то вы наверняка хотите узнать, как устанавливать Symbian игры на Android смартфоны. Ну что ж, поехали. Для начала скачивайте сам эмулятор. Он распространяется бесплатно и доступен в Google Play, а поэтому ссылочку мы оставим в описании. А затем скачивайте прошивку нужного вам смартфона. Мы не можем оставить ссылки, но поверьте, гуглиться они легко. Когда вы скачаете прошивку и распакуете архив с ней, вы увидите, что большинство Symbian систем состоит из двух файлов. Это rpkg и rom. Собственно, после этого открываем наш эмулятор. Все, что нужно сделать в случае с Symbian системами, это просто указать путь к файлам rom и rpkg. Делается это очень просто и вопросов не вызывает. Затем нажимаем установить и, собственно, ждем. Это займет немного времени. В случае с Engage путь установки будет немного отличаться. Дело в том, что образ прошивки лежит не просто в папке, а немного глубже. Поэтому сначала мы заходим в папку Engage, затем в Data, только после этого в Roms, и здесь уже будет финальная папка, в которой будет лежать нужный нам файл. Устанавливаем. Это также займет несколько минут, как и в случае с Symbian. Устанавливать игры просто даже проще, чем саму прошивку. Для начала найдите нужный файл в интернете. У него будет расширение либо Sys, либо SysX. Затем в эмуляторе нажмите плюс и выберите нужный файл. Вуаля! Вы прекрасны. И снова с Engage все немного сложнее. Находите нужный архив и затем идете в System, Apps, и вот содержимое этой папки перемещаете по вот этому пути. А после этого папку Lips, если она есть, конечно, перемещаете по тому же пути, но, соответственно, не в папку Apps, а в папку Lips. Если ее нет, придется загуглить ее в интернете отдельно и скачать библиотеки для конкретной игры. Ну вот и все. Теперь усаживайтесь поудобнее и листайте вниз списка, который открывается при входе в эмулятор, потому что именно там будут игры. А также пишите в комментариях, пока вы не ушли играть, что на Symbian радовало вас больше всего. Какой именно проект? С вами был Trashbox.ru. До новых встреч!